ооо ооо прикиньте как тут воняет жесть всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня мы продолжаем играть в мою прекрасную, любимую, чумную историю про девушку Амицию и её брата Гюйго. У нас на пороге восьмая глава, которая называется «Наш дом», и поехали играть. В седьмой главе мы пришли в замок Шато-де-Дораж, о боже, у меня очень плохо почему-то на такие французские названия. В общем, мы пришли в замок, заброшенный замок, и, как я поняла, это пока что наше временное убежище, убежище, в котором мы можем передохнуть, покрафтиться, вот, например, сделаем меньше шума прибега и уклонения, замечательно. Наш брат хочет мне что-то показать, мы до сих пор путешествуем с Лукой и сестрой одного из разбойников. А, да, он орачится, начнёт, конечно, да. Как её зовут? Мэри. А Артур так и не дошёл до нас, либо с ним что-то произошло, либо он просто тупенький и где-то потерялся, затерялся. Так, пойдёмте за братишкой, он что-то хочет мне показать. А это что? Да, они, видимо, хотят здесь обосноваться. Да, смотрите, сюда она хочет выкладывать находки, которые мы с вами нашли в каждой главе. Да, это наша будет база, круто, интересно, можно ли будет её улучшать. Но, надеюсь, что да, это было бы очень интересно. Так, что это такое? Картина! Икона даже. Иконография. Алхимия не только завораживает учёных, но и вдохновляет художников. В этой средневековой науке часто встречается образ льва, пожирающего солнце. В системе алхимических образов он символизирует разложение. Купорос воздействует на серу, чтобы отделить грубое вещество от тонкого вещества. Интересненько. А ты не хочешь её подобрать? Видимо, нет. Ладно. Что же хочет показать мне Гюго? Так, я так понимаю, они нашли алхимическую лабораторию. Вау! Вау! У нас есть целая алхимическая лаборатория. Но мы же не алхимик. Так, собираем книжки всякие, сказки. Помогите Луке с эликсиром. Нужен свет. А что... Как тебе нужен свет? А, ну свечку мой брат, я думаю, сможет, да, принести, справится. А, моя задача просто пока наблюдать. Что же он за эликсир-то такой делает? Я что-то не прочитала. Было ли там написано, нет? Ну ладно, сейчас узнаю. И что? Что делать-то? А? Помогите Луке с эликсиром. А что? Лука! Лука! Что делать, Лука? Лука не хочет мне ничего говорить. Лука такой Лука. Так, создадим пока всякие эликсиров, чтобы потом лутаться. Лука! Скажи мне что-нибудь, Лука. Чем ему помочь? А, бульбулятора так поднять. Как же он называется-то, я забыла. Как-то он по-умному называется. Так, вот, какая-то баночка с красной жидкостью. Ио. Какая-нибудь кровь в рдалака. Так, поставь. Лавровый сок, он прямо за мной. Не похоже на лавровый сок. Мне кажется, лавровый сок должен быть зеленым. Ну, это же листья. Я так понимаю, алхимию называли так, ну... Потому что это химия, но просто в те времена она была алхимией. Потому что очень похоже на химию. Хотя тут такие ингредиенты странные, ну ладно. Наверное, все-таки это разные вещи. Но вы можете написать в комментариях, это одно и то же или разное. Но я, наверное, все-таки склоняюсь к тому, что... Наверное, разные. Потому что в алхимии они используют всякие эликсиры, бабочек, трав и прочего такого. А в химии это элементы тупо. Непонятно. Непонятно. Но, скорее всего, да. Все-таки это разная вещь. Подарочек. Алхимический тигель. Это главный инструмент алхимика. Каменный сосуд тигля способен выдержать самые тяжелые условия работы. Вплоть до высокой температуры в печи или воздействия агрессивных кислот. При этом не разрушаясь. Именно в тигле происходит то, чему алхимик высвещает всю свою жизнь. Великое делание. Магнум опус. Прекрасно. Магнум. Помню, когда я играла в Ла Фудет, обожала брать себе магнум. Разносил только так, зомбей. Вау. В нем здесь очень красиво. Когда нет крыс. Не очень хорошая мысль кричать. Нарутся так, кто-нибудь к нам придет. Да уж. Ой. Простите, пожалуйста. Правду говорю. Я снорутся, придуре. И что ты меня отвела? Артура поймали. Амисия. Я не знаю. Слушай. Амисия. Подожди ты, придурь маленькая Знаете, у меня есть такая теория То, что вот эта девочка-воровка Она примерно нашего возраста Потому что она так же молода выглядит Такая небольшая Мне кажется, мы примерно одногодки Ну, может, она там чуть-чуть меня постарше Или поменьше Что ты там увидел? Ой, какой ты вот глупенький Вот это вот все бегает Что-то хочет от меня Куда ты там убежал, маленький? Вот ты... Амиция, беги побыстрее Вот что? А, это замок алхимиков, видимо Ой, да что ж ты такой шустрый Ты видишь, сестра не бежит за тобой Не успеваю Ой Ой, у него прям такие штуки прям Я думаю, хорошая мысль Избавиться от вот такой вот штучки Так как, я думаю, люди пытаются Ну, узнают нас именно по вот такому фамильному гербу А так мы повесили и все Нарошат у нас, наверное, не все знают Охренеть, у него просто писос Ну, как будто в зомби превращается Охренеть, у него прям таки Итоги Мы собираемся найти правильное решение, и есть Лукас и Мелли сейчас, ты знаешь? Лукас, приезжай на бутылку! Мне кажется, что кто-то уходит в хорошем время. Он становится больше. Да. Макулы распространяются через его кровь. В книге говорится, что есть четыре цеплята в процессе. И на этот цеплят, он может быть потерплен. Как много времени мы имеем? Очень маленький. Егор находится на первом цепляте. Мой мастер и твоя мама пытались остановить процесс. Но как? Что они делали? Они работали на очень complexе лекции, который позволяет ему время подготовить. И ты знаешь, как это делать? Я не имею в виду, но их работа была inspirана по-другому книгу, «Сангвинес Итинера». Может быть, с книгом? Я не боюсь. «Сангвинес Итинера» Это опасно. Он закрылся, вместе с другими книгами, в университете. Просто идти туда бы не невозможно. Суицидалю, даже. Нормально, да. Но если мы поднимаемся в данный хаос, мы может быть возможность. Я знаю, это место. Это не далеко от города, где они держат моего брата. Вау! Запрещенные книги. Эликсири. Очень впечатляет. Но, по крайней мере, меня радует то, что мы оставим Луку здесь тупить сидеть. И у нас будет какое-то время, чтобы от него отдохнуть. Никто нас не будет подставлять, тупить. Не надо будет нянчиться. Цветочек. Да. Это очень хорошая флауа. Это выглядит хорошо на тебя. Спасибо. Зверобой. Зверобой. Что ж, нам нужно подготовиться и отправиться в путь за опасной книгой алхимиков. Такое ощущение, что это какая-то книга по некромантии. Не знаю, как еще обозвать ее. Но есть почему-то такое впечатление, что это что-то такое. А какие книги еще могут быть запретные? Только такие, мне кажется. Так, ну, я так понимаю, что это, видимо, все. Сейчас я сбегаю вниз, посмотрю. А, ну да. Во, можно еще ниже спуститься. Мне просто интересно, есть ли тут что-то еще, чтобы полазить, посмотреть. О, что это? Подземелье. Крипто. Могила. Хорошая ли мысль? Ничего. С ней что-то ничего нельзя сделать. Хорошо, здесь есть одна крипто. Пусть будет. Ясно, внизу делать нечего. Откровенно, совершенно нечего делать. Хорошо. Вроде бы я все полутала, то что можно было. У Луки тоже. А, может с ним надо поговорить, чтобы он что-то дал? Нет. Видимо, он сейчас нам все даст, когда мы поговорим с Мэри. Пойдем спасать ее брата Артура и параллельно брать супер книжечку. Так, подождите. Я запуталась. А, наверх нельзя попасть. Так. Там мой брат хихикает. А, сюда я ходила? Что здесь? Так, здесь можно подняться. А, здесь будет сейчас стена вот эта. Но тут больше ничего нельзя с ней сделать. Да, поэтому просто отправляемся в путь. Простите, что вам пришлось вот это сейчас терпеть, но мне было интересно посмотреть. Все, смотрим. Я так понимаю, сейчас будет это... Э-э-это. Э-э-э. Э-э-э. Что это за намёк? Роза — это будет какой-то пароль. Тем временем закончилась восьмая глава. Я думаю, что мы не будем на этом прерывать и продолжим сразу же в этом видео следующую девятую главу, потому что предыдущая была короткая и без какого экшена. Поэтому сегодня мы сделаем целых две главы. Вау. Amazing. Тем временем в тене крепостных. Стен в тене. У нас ночная вылазка сильных независимых дамочек. Мы дошли до города. Следуйте за Мелли. Мы, конечно, следуем за Мелли, но параллельно должны оценивать ситуацию. Ой, смотри, солдаты. Сейчас придётся их убивать. Это так грустно, вот такие вот штуки. Людей просто, насколько я знаю, сажали в эту штуку, приковывали и забивали камнями насмерть, либо оставляли их вот так вот сидеть в этой штуке. Но судя по тому, что у этого парня вокруг этого орудия пытки, я не помню, как оно называется, кровяные пятна, скорее всего, его забили именно камнями. Так, подруженька, нам нужно, наверное, вот эту дверку с тобой приоткрыть. Вообще, я надеюсь, что в конце концов Мелли научит меня открывать замки. Потому что, ну, мы же не всю игру будем с ней ходить. Хотелось бы, чтобы я обладала таким чудесным искусственным мастерством. Давай, давай. Ну, не буду я умирать, я до конца игры дойду, смотри. Я даже поспорить готова. Заходим. А, а, на меня одну. Ура, наконец-то мы будем одни, самостоятельные. Так, нужно быть очень осторожным, потому что у нас сейчас нет союзников. Мы один на один со своими проблемами. Давайте сходим сюда. Я чувствую, здесь будет какой-то лут. Цепи. Во, я же сказала, смотрите, сколько много всего. Здесь ничего нет. Ладно, пока вроде бы тихо, а я не слышу никаких голосов, значит, все относительно безопасно. Эта дверь, конечно же, не поддается. Ой, как прикольно, шуршит огонь. Прям так, как настоящий. Что ж, нужно найти книгу... А, розы же еще надо. Розы. А розы где смотреть? Везде или как? Так, здесь лучше присесть. Университет? Далеко. Я так понимаю, мы всю серию будем идти до университета, потому что вы только посмотрите. Мы здесь, а вон университет подсвеченный. Сколько нам идти? Тут явно минут 30-40. Только идти, а то, может, и час. С нашим-то вот таким вот присидью. Конечно, мы справимся, не ссы. Мы все сделаем. Так, ладно, я думаю, пока одно... Оп. Так, что-то они хотят... Уходите. Богатые. Ну... О, что здесь... А, здесь спуск. А тут я... А почему я не могу... Подождите, а почему у меня два варианта спуска? В чем разница? Игра, ты меня балуешь или что ты делаешь? О, сундук. Вот, зачем мы здесь? Здесь есть сундук. А сундук это много лута, это очень хорошо. Ну, ты не хочешь взять? Спасибо. Там еще что-то лежит? Ну, срабатывай. Так. И чего? Ну, мы в городе. Так, давайте пока встанем, а то слишком медленно. Пока угрозы нет, можно... А, вон она, наши угрозы. Но я надеюсь, они нас не услышат. Просто хлюпает что-то. Крысы. Я слышу крыс. Пойдемте в сторону крыс. Кефу. А чем мы там тушили с вами? Так. Отвлекает. А, мы кидали. Но у него не тушится, по-моему. Так. Я так понимаю, нам нужно дождаться, пока этот парниша придет сейчас сюда. И потом пройти за ним. Вон, за ту штуку. Вот что-то так близко подошел. Ну, вот такие мы не можем потушить фонари. Как я поняла, у нас нет водного какого-то эликсира. А, поэтому... Давай, давай, булочка. Да быстрее, быстрее, глупая ты! Пари тут мне еще. Жесть! Сейчас он пойдет обратно, и нам нужно будет проскочить в этот переулок дальше. Но крыс, тьма тьмущая. Я не понимаю, почему нельзя было завести кошек. Или кошек всех пожевали, или кошки все подохли. В общем, непонятно. Мне кажется, это было бы идеально. Кошки точно были бы сыты. Прекрасно. Мы миновали первое препятствие в виде крыс и человеченки. Вот сейчас вот этот антураж напоминает мне игру Чиф, где ты играешь за вора. Вот, ты играешь там за вора, и там воруешь, помогаешь параллельно людям. Заткнись. Наверное, я сейчас себе сделала очень плохо. А, нет, смотрите, тут есть палочка. Фух! Палочка меня сейчас пронесла, конечно. Вот, я думала, я сейчас просто сольюсь. Хорошо, теперь вставай и быстро иди, пока палка не догорела. Нужно дойти до огня быстрее, а то будет очень плохо. Все. Фух! Так. Тут мы крыс прошли, подбираем вот эту штуку всю. И пока больше здесь никого нет. Что это такое? Ладно, поднимаемся. Пока все хорошо и тихо. О, камни. Так, не свалить. Так, пусть бегает там чувак. Да какие папины вещи, чувак. Тебе надо... О, сейчас их как съедят. А, мне, видимо, сейчас надо либо по крышам идти, либо вниз. Мне так нравится. Так, создаем. Это камни, создаем. Так, ну что ж, у меня в рюкзаке закончилось место. Это, наверное, не очень хорошо. Ну как в рюкзаке? Под сумки. В сумке. Рюкзаков-то не было в те времена. Хорошо. О, там что-то было. Вы видели? Тут что-то светилось. Пригодится. Палочки. О, хорошо, что увидела свечение, заметила его. Надо подумать. Мы можем пойти сюда, можем пойти туда. А надо ли мне туда? Там был сундук? Давайте. Она может здесь спрыгнуть? Да, может. Все, тогда идем сюда. Возможно, я что-то... Блин, а вдруг там был коллектовал? А я, наверное, уже не поднимусь, да? Да? Ну, конечно. Ладно. Мой косяк. Все-таки надо было не бояться и сходить туда. Мы уже забрали, видимо. Вот так вот. О, Господи. Так, а если я... Нажму вот это, я... Ясно. Это было очень глупо. Это было очень сейчас круто. Я думала... Это реально читерная фигня. И я могу ее сейчас еще раз взять. Вот так вот, смотрите. Оп. И вот так. Бух! И у вас нету крысы? Учитесь, мать вашу. О! Так, сейчас мы с вами посмотрим, что это было. Я к свету подойду. Ш. И что ш? Вот. Мы подобрали вот эту штучку. Это овечья шкура. Долгое время чума щадила извозчиков и пастухов. Их защищал тяжелый запах домашнего скота, коз, овец и лошадей. Рядом с которыми они жили. Тем не менее, часто их счастливчиков подозревали в служении злым силам. А как еще объяснить, что они не заболели? Зато они могли понести... А, за это они могли понести суровое наказание. Ну, такое. Наверное, не очень приятно. О! О! Стоп! О! О! Грустно. Ребенок и его родители. Непонятно, мама или папа, но... Все равно грустно. Находить мертвых людей. Особенно детей. Которые жизнь-то еще не пожели даже. О, фак! Это жестко. Кошмар. Просто поубивали нахрен половину населения. И для чего? Потому что вы тупы и не можете понять, что... Песик. Крыса. Камень. Там была дверь. Надо в нее зайти, посмотреть, что она мне даст. Там спорят какие-то босики. А, закрыто. Окей. У меня, видимо, один путь. Путь в прекрасные крысиные... Отвлечь, я так понимаю, их могу... Мяском человеческим. Раз. Два. Видимо, я их отвлекла. Надеюсь на это. Ой, блин. Прикиньте, как тут воняет Жесть Отвратительно просто Фу Братиша, ты не хочешь сюда прикинуть? Так Какие варианты? Явно мне туда надо пройти, но тут крысы Придется, видимо, применить мою штучку-дрючку Как, тихо? Очень тихо прям Тише не бывает и быть не может Так, мы его сейчас усыпим Тихо, ты развернись в его сторону Подходим тихонечко И усыпить Так, минус один Крысы же сюда сейчас не полезут Вроде не лезут Так Хорошо, что я его вынесла Так Кинь палку Берем палку Она нам пригодится, видимо И чего вы мне... А, я вас понял Я вас понял Сейчас будет очень сложно Писос Просто Все в кровище, ребята Так, давайте сюда вылезем Так Хорошая ли была идея сюда вылазить? Сдается мне, что нет Опять делаем усыплялку И опять... А, она у меня есть Хорошо. Выбираем ее и кидаем. Кидаем, я сказала. Выбираем. Да твали, твали! Ну шо такое? А, вот я тупая. Да не, кажется тебе, чувак. Просто ветер, просто вороны каркают. Ничего необычного, крысы пищают. Просто крыса залезла на лаву. Поползала и что-то там сделала. Хорошо. Делаем усыплялку, крафтим. Перелазим. И тихонечко за ним идем и делаем ему. Пора спать. Так. Что ж. Надо взять камни. А, у меня полно камней. Хорошо. Пока, вроде бы, опасность миновала. Надеюсь на это. Так, здесь тупик, здесь лаз. Народа вообще на улице нет. Так, обратного пути нет. Замечательно. Добраться бы целыми и невредимыми до университета. А там еще розы искать и рассматривать, блин. Как они будут выглядеть? Где их искать? Так, университет. Тем временем уже почти близко. Собачки. Ооо, жесть. Сколько трупов, вы посмотрите. С волдырями. Мухи воняют. Так, я так понимаю, дверь будет закрыта на кладбище. Ну, конечно. Придется идти в обход. Так, а это что такое? Луч света может разогнать путь на пути Амитсе. Ну, мне нужно взять вот это. Смотри, какие они прям конченые. И прям очень хотят меня съесть. Так, поворачиваем теперь в эту сторону. Вот. Мне вот сюда. В эту дырочку. Так, и так. Благополучно мы добрались до какого-то дома. О, верстак. Почему мы не можем ничего улучшить? Спасибо. Мне не хватает предметов. О, может, здесь хватит? Давай. По-прежнему мне не хватает. Хорошо. Тогда просто поднимаемся наверх, и там кто-то разговаривает. Кто же там разговаривает? Что-то там. А что? Что надо сделать? Что ты хочешь? Ну, усыпи его. А! Я же могу сделать вот так. Это же Изис. Смотрите. Вот так вот. А теперь пойдемте посмотрим. О, видите, какая тактика просто. С самого начала у меня была какая-то тактика. А, и камни ты только мне дашь, да? Ну, спасибо. Всегда мечтала о камнях. Вот прям. Камни тут как говна, конечно. Что ж, лучше я направлю сюда свет. А там пусть они кушают. Так, и чего? Залезай. Так, здесь окно. Ничего нету. Крутим штучку. На крыс направляем. Вот так вот. Пошли отсюда, засранки маленькие. Да не надо, ты что? Ты бы к ним прыгнул, а они тебя съели. Было бы очень тупо. Магистер. Апи-сангвис. А, давайте посмотрим. Порфектно. Если я могу быть так мягким, мы знаем, что это приходит от этих ротов, но... что это за? Мы называем это одорус. Ох. Ох. Это просто один из эффектов этого эпи-сангвис. Когда мы смешиваем с сухой. Но это не то, что мы интересуем. Так, почему мы не позволим оставить наши унисы, да? Это может... Ох. 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 Интересная штучка, я вам скажу. Да не надо, иди в этот свой, куда шла. Да, просто кладбище с шумными мёртвыми людьми. Просто очень много людей, мухи, смерть, разложение. Ничего необычного. Просто кладбище. Каждый день на такие хожу. Интересно, сможет ли наш мальчик вот этот сделать суперские вот эти штуки, чтобы отвлекать крыс. Хотя, зачем они это? Опа. Смотрите-ка. Я могу накопать этой штуке. Теперь вы можете изготовить одорис. Привлекает ближайших крыс. Это знаете что? Мы можем кидать эту штуку на врагов, и крысы будут их есть. Круто же. Так, а вылез... Вылез... А как... Что? Подождите. Я могу... Эээ. В сраку пошли. А. Но я не хочу тратить столь ценный ресурс, поэтому я просто подорву крыс. Потому что, ну реально, не сильно хочу... Мы только нашли этот эпизорис, или как он там называется, и сливать его на крыс. Так, а он еще позволяет улучшать снаряжение. Опа. Алхимия. Сосуды, инструменты. Во. Говорю, ценный ресурс, поэтому нельзя им разбазариваться. Надо будет тщательно продумывать план действий. Да? Ты чё? Так. Товарищи. Ну туда мы явно не пойдем, да? Мы оттуда пришли. Нам надо идти в университет дальше. Но как здесь поступить? Подкидывать им, что ли, взрывы? Эээ. Блин, а у меня и кончили... Эээ, да блин! Да! Ты чё? Охренела! Как быть, товарищи? Может, есть палка где-то? Нам нужна палка. Палка-капалка. Палка-капалка. Палка. Так, сюда ты не можешь свалиться. Есть ли палки? А, здесь крыс больше нет. Походу, придется тратить тот самый ценный ресурс. Потому что других у меня вариантов сейчас нет. Да. Видите? Значит, так надо было. Значит, так надо было. Подыраем. Да не надо! Да! Да ну что ты? Не, 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 не. Все же так было хорошо и прекрасно. Нет. Надо было вот это вот просраться. И туда кинуть. Куда-нибудь там вон в бок. Ну-ка, свалили все в сраку. Поднимай. Все, больше нету? Все, 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 к свету иди. Так, еще. Надо свет направить. Либо сюда, либо сюда. Дайте сюда. Мне кажется, так будет безопасней. Так, здравствуйте, я ваша тетя. Что у вас тут имеется? Нет, нету, нет, нет, отпусти, отпусти. Вот это нам надо. Так. Во. Там есть этот, игнифер этот. Ах, ты падла. Телега. А что за телега? Вы поняли, о какой телеге сейчас идет речь? А, вон там, видимо, телега, да. Значит, надо как-то... Что делать? Она, интересно, сможет сейчас вот так сделать? Конечно же, нет. Ты аккуратнее, они сейчас тебя съедят. Так, а как же быть? Ну, допустим. И дальше что? Дальше, я так понимаю, идет опять эта штука. Да ну... Ай, да какие они конченые-то. Я же вам кинула вашу... Вашу... Ями-ями. Конечно, да. Так, ну, наверное, вот так. А какие другие варианты? Других вариантов нет. А ты отвалила? Она за мной бегает, что ли? До сих пор иди отсюда, ну. Смотри, она прям реально подо мной бегает. Так. Ну-ка, побежали туда. Так. Давай. Быстрей. Ну все, хана. Хана! И на этом моменте мы просидели все оставшееся время. Так. Все те же самые... А, тут же еще нужно подобрать эти штуки. Так. Я должна это сделать. Так, ну-ка, пошли отсюда. Вот меня беспокоят эти маленькие крыски сейчас. Хорошо. Куда же вам кинуть-то? Вот, туда давайте. Во! Давай. Тащи. Давай, 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 тащи. Ну нет! Ну нет! Ну нет! Ну нет! Ну как? Собака драная, а! Ну как? Сука! Да ну! В жопу себе засунь этот фонарик! Дурацкие собака! Крысы драные! Ушли в сраку отсюда, скрылись! Ну и я не знаю. Я не знаю. Могу. Крысы драны. Крысы. 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 А ты, родная, ну! Коти, ну! НО, 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 НО! Так! Давай! Давай, быстрее, дура, быстрее! Кати телегу свою! Ну все, она сейчас опять сожрут! Ах! Ну все, писос, короче! Пися! Пися! Кати! Быстрее! И чего? Так, и что? И что это мне дало? Куда это вставить? Куда поставить эту штуку? А? Или мне надо было... Не надо, не надо! Я вас понял, побежала туда толпа крысиная! Перелазей! Вот глупая! Надо было просто отодвинуть! Надо было просто это сделать! Обломок Транзи! Не знаю, что это такое... Выглядит как гуль из этой, из Фоллаута! Транзи! Это одна из форм эфигий! Скульптурных надгробий! Эфигий изображали смерть в возвышенном ключе! Усопший был прекрасен и спокоен, не вызывая отторжения! Ну такое себе! Транзи! Транзит же часто весьма достоверно изображали покойников! Господи, где? Я теряю! На разных этапах разложения дополняли картину, вырезанные из камня могильные черви, жабы и лягушки! На кладбищах и городах и улиц, которые были завалены трупами умерших от чумы, таких надгробий с каждым днем становилось все больше! Так, скульптуры мертвецов располагались в святых местах и на тихих кладбищах, в то время как настоящие трупы сбрасывали в общие могилы за пределами городов! Я б не хотела, чтоб мне сделали такой слепок прекрасный, чудесный! А вы? Как-то это очень крипово выглядит и совсем не красиво! Ну здравствуйте! Я ваша тетя! Дайте мне хоть что-нибудь еще! Так... А, я здесь была! И ради... Ради чего все я сейчас вот это делала? Так, быстрей пробегай! Эм... Ребят, кажется я дебил! Серьезно? Это... Это такая шутка сейчас была? Просто суицайд! Делаем суицайд! Я заблудилась в трех соснах! Я заблудилась и не поняла куда идти! Так... Я смогу! Что ты сможешь? Да отвали! Что она сможет? Так... Это круг! Круг! Ребят, у меня проблемы! Ребят, у меня проблемы! Я Рили не понимаю, что делать! Ребят, у меня проблемы! Ребят, у меня проблемы! Суки! О! Здесь тоже что-то есть! Ну-ка, надо сюда посвятить тоже! Да отвалите, блин! Голодный тварь! Крути! Давай, крути! Давай, крути! И чё? Ага! 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 Ну надо ли мне вот это сейчас? Я думаю, что нет! Надо понять, что здесь делать! Я просто не понимаю! А! Нельзя сюда! Так я пробежала по кругу, как дебил просто последний! Ну... Так, думай! 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 Куда ты можешь забраться? Так! Я пока не понимаю, что делать! Подбираем эту гулю! Открываем вот это! И смотрим! Мы вернулись в итоге назад! Да? А смысл в этом какой? Кто мне объяснит? Ааа! Ааа! Ага! Вот оно чё! Вытащи странную тележку! Ясно! Не значит здесь не заходи! Тащи её! Быстрей! 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 Давай! Давай! Тащи её! Амиция! Ну пожалуйста! Пожалуйста! Не надо! Не убивай! Don't kill! Don't kill! Давай, дави, дави, сук, дави. Ну, не надо! Собака конская. Так, надо направить цвет туда, иначе они опять захорчмят. Так. Да ну не надо! Пошли в сраку отсюда, мразик конченый, а. Давай быстрее, тащи! Давай, давай, кати, кати, кати. Да похрен! Жесть! Вот, попробуй догадайся, страдай и догадывайся. Кошмар. Отпусти, все, залази. Фу! Прошла этот конченный эпизод. Я думала, я здесь настрадаюсь просто, но реально, это жесть. Когда решение не очевидно, я реально начинаю закипать, у меня прям бурлит все. Дайте мне еще хоть какие-нибудь ингредиенты. У меня все кончилось, у меня все плохо. Так. Даже собак поубивали, жесть. Бедные песели. Оооо! Видимо, там очень плохая часть города, где все болели чумой. Даааа! Здесь была настоящая бойня. Кошмар. Просто всех поубивали. Да как я тебе помогу? Как я тебе помогу? Ты же мертв. Даже если бы был бы жив, я в тебе никак не смогла помочь. Кошмар, ребята, это жестко. Прикиньте, ты спишь такой, болеешь, к тебе врываются люди. Начинают тебя выкидывать из дома. А потом травят на тебя крысь. И все, хана. ГГ. Суки! Сейчас я тебе... Кушайте, крыски! Ями! Говорю, сможем потом. О, пока эта штука на каждом шагу, это хорошо. Вы видели? Здесь никого нет. Здесь никого нет. Чувак, иди своей дорогой, куда шел. Вот это стелс, баба. А толку-то? Он в сраной амуниции. Ему что-то как-то похрен. Надо его как-то убить. Как же его убить? Ну, можем его попробовать усыпить. А можно попробовать его... Зачем? А, я понял. Так, а теперь надо вот эту штуку кинуть. Я понял. О-о-о-о! Четко сработано. Они же меня сейчас не съедят, я надеюсь. Они же увлечены. Так, теперь пока они не одуплились, надо бежать дальше. Так, еще один парень. А, ну его я могу усыпить. А, тут еще один. Тут еще один. Мы можем просто их обойти. Пока есть такая возможность, давайте... А что здесь? Хорошая ли мысль? Или нет? И куда я иду? Какая-то тележка алхимиков. Хорошая ли это мысль? Да. Очевидно, плохая мысль. Да. Наверное, не знаю, но так хочется туда сходить. Вдруг там что-то дельное лежит. Помимо ингредиентов. Давайте попробуем еще раз. Я, очевидно, просто тупанула. Поторопилась. Перепрыгиваем. Надо подумать. Да почему вы не все? Я не поняла. Я сейчас не поняла. Попробуем еще раз или... Или в сраку? Давайте еще разочек. Я просто не поняла, почему не все крысы убежали. Может, их надо взорвать? Я не знаю. Давайте попробуем. Попытка не пытка. Да. Вот что надо было сделать. Так, хорошо. Давайте посмотрим. О, сколько здесь всего. Во! Не зря зашли. Смотрите-ка. Так, можно улучшить сумку для снарядов. Можно улучшить сосуды. Тут можно увеличить всякие... Я хочу, наверное, сосуды увеличить, потому что они улучшают действие этих всяких штук. Ты считаешь, не зелелелизия? Этих. Что я забыла-то? Слово. Эликсиров. Вот. О, видите? Тут даже эти штуки лежат. Эписангус. Или как там его? Окей, мы сделали кружок. Теперь можно возвращаться. Крыс здесь больше нет. Они умерли от нашего взрыва. Только у меня, наверное, не осталось уже на вторую такую вспышку ингредиентов. Надо будет копить. Да? Ну, конечно, да. Нету. Не хватает. Так, а что же делать с вами? Давайте попробуем его усыпить. Хорошо. А вот этим... Можно его просто убить камнем. Давайте его убьем камнем. Все. ГГ. Фух. Надо было сразу. Так я два камня потеряла. А, ну мне вернули. И убили мы его ради кожи. Ну, ничего страшного. Так. А что в этом переулке? О. А, его можно было отвлечь. Ну, простите, парнишка. Я не знал. Поэтому тебе пришлось спать. О, о, о. Ну-ка, отпусти. С него выпала нужная нам необходимая вещь. Так. И чего? А здесь? А тут? Перепрыгивай. Давай быстрее. Не, не надо такую воду пить. Братишка, это не очень хорошая мысль. Такую пить. Эу. Я бы не стала пить такую воду, даже если бы это была последняя вода на всей земле. Тут же столько бактерий, ты умрешь просто от трупного яда. А еще приболеешь чумой. Все будет как надо. Быстрая смерть. Прекрасно. Прекрасно. Виталий идет. Виталий. А, это он, Виталик. Ну все, Виталик. Я знаю, как тебя зовут, и я тебя убью. Ну что же, я думаю, на этом мы остановимся с вами и встретимся уже в следующей серии. Пишите в комментариях, как вам эта серия. Я тут, конечно, настрадалась. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну а с вами была я, Наташа. Увидимся с вами уже очень скоро. Всем пока.